Позвольте пригласить сюда Юлию Сергеевну Богачеву, научного сотрудника Музея-Заповедника, Мемориального музея-Заповедника, Василия Дмитриевича Поленко. У нас перетекают художественные темы. Спасибо большое. Спасибо. Ну, во-первых, всем добрый день. И поскольку я буду говорить о Елене Дмитриевне, ну, у нас просто бренда, как говорится, не было. И вот пройдясь по выставке, настолько приятно понять, осознать, что Елена Дмитриевна, она всегда боялась оказаться в тени своего брата. А здесь пламочка-то одинаковая. И нам действительно радостно, что вот в эту выставку она более чем вписалась. Ну, кто-нибудь какой-то ведущий человек. Поэтому давайте все-таки о ней. Итак, Елена Дмитриевна Поленов. Это младшая сестра из знаменитого русского художника Василия Дмитриевича Поленова. Талантливая художница-апеллистка, мастер декоративного дизайна и одна из первых иллюстраторов детской книги в России. Кроме того, она являлась одной из основоположных целей модерн в русском искусстве. Во второй половине XIX века сначала в Европе, а потом и в России возникает модерн. Новое художественное направление в искусстве, для которого характерно обращение к национальным истокам. И Поленова, она как раз и одна из тех, кто стоял у истоков национально-роматического направления русского модерна, или неурусского стиля, и уже от зарождавшегося символизма. В 80-х годах ее творчества уже существовали предпосылки к сложению этого стиля. Как определяет Большая Российская энциклопедия на русский стиль? Это направление в русской архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве в рамках стиля модерн, основанное на свободной интерпретации мотива древнерусского искусства. Становление стиля модерн и увлечение искусством Древней Руси, ее народным творчеством, как раз таки совпало по времени, что, собственно говоря, стало определяющим фактором своеобразия модерна в нашей стране. Крупнейшими центрами по возрождению традиций, стилистики русского народного творчества становятся мастерские, которые на выставке уже были упомянуты. Это Абрамцева Савва Мамотова и Талашкина Мария Тенишевой. Елена Дмитриевна шла к модерну постепенно, но довольно-таки уверенно, через увлечение фольклором, крестьянским декоративным искусством, через поэтизацию истории. И, в принципе, наверное, можно сказать, что иного пути Елены Дмитриевны просто не было. Росла она в довольно-таки интересной обстановке, и вся эта обстановка способствовала ее всестороннему развитию. С малых лет она впитывала любовь к русской истории, старине, с ее памятника древнего розотчества, народного искусства, поверье, сказке и любовь к русской природе. Мир русской сказки для Елены Дмитриевны открыла бабушка или бабаша. Кстати, если будете в Полену, заворачивайте на нашу новую выставку, которую мы как раз так и назвали – бабаша. Мы говорим о женской линии Поленовского рода. Это и бабушка, и мама, и сама Елена Дмитриевна. Немножечко мы Веру Дмитриевну. В общем-то, всех женщин Поленовского рода. Мы считаем, что они этого достойны. Плюс к нам присоединился Ярославский художественный музей. Там совершенно потрясающая коллекция кошелечков. Женщины приезжайте к 8 марта, это будет чудесный подарок. Ладно, вернемся к бабушке. Итак, Вера Николаевна Ваейкова, человек тоже безумно интересный. Это дочь известного архитектора, графика, поэта, переводчика, музыканта Николая Александровича Львова. А Ксения Ксенофонтовна – это бабушка будущая художница. Простая крестьянка, но именно она помогла понять и полюбить красоту внутренней жизни простых людей. Любовь к истории пришла через отца. Дмитрий Васильевич Поленов – это юрист, историк, исследователь русских летописей. Он был первым наставником в изучении истории. Елену Дмитриевну он выделял как раз-таки за одаренность и глубокое знание предмета. Благодаря ему пришло серьезное увлечение изучение древней русской архитектуры, глубокое знание русского костюма, орнамента. И чуть-чуть забегая вперед, вспомню, что именно Елена Дмитриевна в 1886 году организовала археологический кружок, который изучал исторические архитектурные постройки Москвы и Подмосковья. Идем далее. С 1878 года по 80 Елена Дмитриевна обучилась в школе общества поощрения искусств. И сразу в двух классах – в акварельном и керамическом. Занятия по керамике, стоит отметить, шли совершенно успешно. Елена Дмитриевна получила уникальную возможность обучаться за границей. Обучается она в Париже и обучается у Евдокима Алексеевича Егорова, живописца по фарфору и фаянсу. Темой же для своих работ он добирал как раз-таки традиционные русские пейзажи, исторические сцены из жизни страны и религиозные сюжеты. И, возможно, небезливое влияние появляется в совершенно чудесной работе Елены Дмитриевны тарелочки «12 месяцев» или «Времена года», которые можно увидеть в нашем музее. И, опять же, стоит отметить, работа была очень высоко оценена. На Всероссийской промышленной выставке 1982 года она получила большую бронзовую медаль. В том же году, в 1982 году, волею судеб Елена Дмитриевна перемещается в Москву вслед за братом и попадает в совершенно интересное окружение. Это, во-первых, молодые ученики ее брата Василия Дмитриевича, и плюс она появляется в Абрамцево, становится очень частой гостьей. И именно здесь она получила как раз-таки поддержку своим увлечениям. Итак, усадьба Абрамцева в конце XIX века становится ярким центром развития национальных традиций. Красота пользы и польза красоты. Такого был девиз уникального творческого объединения. Считалось, что искусство может преобразовать жизнь, привести ее к некой гармонии. Участники имени по Абрамцевскому кружку обращались к традициям народного творчества, к миру и русской истории, ее национальным истокам в поисках новых стилевых решений. В усадьбе началось возрождение утраченных забытых русских народных ремесел, резьбы по дереву, израстцов, вышивки. Участники объединения организовывали поездки, такого немножечко этнографического характера, северные русские города, чтобы изучать сохранившиеся там памятники архитектуры, иконописи, декоративно-прикладное искусство. В деревнях искали образцы народного творчества. И здесь же в Абрамсе Елена Дмитриевна знакомится с ранее упомянутым Виктором Михайловичем Веснецом. И на его творчество оказал большое влияние на саму художницу. Через него она получила поддержку в выбранном пути. Но кто делает положительный толчок к разумению русской жизни, так это Веснецов Виктор Михайлович. В другом письме мы встречаем следующее. У Веснецова я не училась в прямом смысле слова, то есть уроков у него не брала, но как-то набиралось около него понимание русского народного духа. В январе того же 1982 года на домашней сцене Абрамсовского кружка ставится спектакль «Снегурочка», который оформляет Веснецов. Но его ближайшей помощницей становится Елена Дмитриевна. Она оформляет костюмы, ищет ткань, занимается кройкой, отделкой, руководит вышивками. Для большинства своих работ Елена Дмитриевна ищет сюжеты в народном крестьянском творчестве. Сначала она занимается проектированием мебели, и чуть позже начинает собирать и иллюстрировать русские народные сказки. Идем далее. Итак, в 1876 году в Абрамсе Елизавета Григорьевна, супруга Савва Мамта, организовала школу грамотности для местных ребятишек. Но, кроме того, было принято решение обучать детей резному искусству, то есть для расширения общего кругозора, для поднятия нравственного духа. И не последним моментом все-таки было материальное благосостояние местного населения. Ученикам преподавали основу рисунка и живопись, и всячески развивали творческое мышление, подход к работе. На территории усадьбы находился музей, в котором были собраны предметы народного искусства. Здесь же проводились занятия. После завершения учебы ребятишки получали верстак, инструменты для резьбы по дереву, чтобы они могли уже самостоятельно дома начать работу. В 1885 году мастерской возглавляет Елена Дмитриевна, и она оказывает огромное влияние на развитие Абрамсо-Кудринской резьбы, которая была упомянута на выставке. У нас условия по возможности не прибегать к помощи изданий, вообще печатного или какими-либо другими способами обнародного материала. Например, не заимствовать форм и рисунков памятников, общеизвестных или находящихся в открытых музеях. Цель наша – подхватить еще живущее народное творчество и дать ему возможность развернуться. Так пишет Елена Дмитриевна своей подруге. По ее эскизам мастера выполняют резную мебель. Полочки, шкафы, стулья, комоды, столы, кресла, которые в конце XIX века совершенно успешно продавались в московских магазинах. Спрос на изделия был довольно-таки высок среди разных слоев населения. От мелких служащих до аристократии и дипломатических кругов. Художница, несомненно, внесла большой вклад в развитие данного промысла. Более ста ее проектов мастера воплотили в своих работах. В изделиях, выполненных в Абранцию, преобладала плоская резьба с трехгранными выемками. В основе узоров лежала фигура треугольника. Различные сочетания треугольников создавали бесконечное множество декоративных композиций. Это как раз фрагмент одной из наших выставок. В 2020 году мы проводили, но поскольку был ковид, посетителей было очень мало. Надеюсь, в будущем мы все-таки сможем еще разочек что-то похожее собрать. Поэтому, опять же, милости просим в наш музей. Итак, в Аблайк-мастерской Елена Дмитриевна разработала совершенно новые вещи в народном духе с резьбой и росписью. Соединяя разные мотивы, виденные по деревням, и вещи, приобретенные для музея. Она создала проекты полок, рам, столов, скамейк и тому подобное. В одном предмете Елена Дмитриевна зачастую сочетала совершенно несочетаемые вещи. И вроде бы они к друг другу не подходили, но на выставке, опять же, посмотрели чудесно. Ассортимент изделий был довольно-таки широкий. Это были буфеты, полки, стены, шкафчики, столы, диваны, табуретки, шкатулки, соломки, кухонные чайные столики, ларцы, календарные доски, рамки, складни и перчаток. Следует отметить, что в творчестве Полены прослеживается несколько периодов. Сначала художница применяла исключительно геометрическую резьбу, позже геометрическую, куда начинают вкрапляться растительные геометризированные узоры. Вот она пишет как раз в одном из писем. В нашем русском орнаменте мне удалось подметить одну черту, которую я не встречала у других народов. Это пользование не одними геометрическими сочетаниями, всегда несколько суховатыми, но и более живыми мотивами, навеянными впечатлениями природы. То есть стилизации растений и животных, например, разработка листа, цветка, рыбы, птицы. Далее у Елены Дмитриевны появляется скульптурная и рельефная резьба и в конце жизни смешанная, свободная по композиции, сильным налетом тогда уже зарождавшегося модерна. Орнамент, он действительно вызывал большой интерес у Елены Дмитриевны. Она изучала символику, пыталась понять закономерности, смысл орнаментальных построений. С ней всегда был альбомчик, куда она зарисовывала все возможные орнаменты, и именно эти зарисовочки дали основание работать в этом направлении дальше. Во второй половине 1890-х годов в орнаментальных работах художницы заметны свободные приемы стилизации, свойственные мастерам эпохи модерна. По предложению Савы Мамонтова, Поленова берет на себя исполнение нескольких икон, которые она задумала о каймете орнаментами и орнаментальной роспись на стенах церкви в городе Калагриве, 1893 год. В воспоминаниях Татавасяна мы встречаем следующее, как раз таки на экране. Цитата. Далее, довольно-таки интересная цитата Елены Дмитриевны. Мысль, которой я задалась, надо признаться, очень дерзкой, но страшно заманчивой. Так Елена Дмитриевна рассказывает уже о новой сфере своей деятельности, об иллюстрациях русских народных сказок. Хочется в целом ряде акварельных картин выразить поэтический взгляд русского народа на русскую природу, то есть выяснить себе и другим, каким образом влиял и выражался русский пейзаж в русской народной поэзии, эпической и лирической. Все работы впереди, кто знает, что из этого выйдет. Сюжетами для этого буду брать сказки, песни различные, поэтические поверья и прочее. Хочется подметить и выразить те художественно-вымышленные образы, которыми живет и питается воображение русского народного творчества. Работа художницы с иллюстрацией сказок началась желание вернуться к истокам русской культуры. Мною руководить мысль, что это дело большой важности. Я не знаю ни одного детского издания, где бы иллюстрации передавали поэзию и аромат русского склада. И русские дети растут на поэзии английских, немецких, чудно иллюстрированных сказок. Условно сказки можно разделить на два периода. Абрамцевские, как раз и несколько рисуночков, которые находятся в нашем собрании, можно увидеть на слайде. «Война грибов», «Белая уточка», «Морозка» и «Изба на курьих ножках». И также «Костромской период». Это сказки «Сынка Филиппка», «Отчего медведь кутся» я показала только то, что вот есть у нас. Но также сюда входят сказки «Жадный мужик», «Рыжий, красный», «Злая мачеха», «Сорока ворона» и многие другие. Художница оформила более 20 русских народных сказок и поговорок. Собирая материал для своих работ, Елена Дмитриевна посетила многие русские губернии, побывала во многих северных подмосковных деревнях, изучая одновременно русский христианский быт, уклад, нравы и обычаи. Умела она, выпытывая типичные рассказы, заставив старую в деревнях отыскивать, отдавать ей чуть не совсем исчезнувшее старье. На время ее путешествия по России около Елены Дмитриевны собирались ребята, пели, рассказывали сказки. Она же записывала их и тогда уже думала бы из этих рассказов создать теле иллюстрированные русские сказки, для которых она потом исполнила целый ряд прекрасных акварелей. Опять же, ряд акварелей вы видели на выставке выше. Опять же, очень интересно. Со временем иллюстрации очень менялись. Опять же, давайте вернемся. Вот смотрите, как краски Абрамсовский период. Здесь более такие яркие, красивые краски. И здесь мы уже потихонечку переходим к модерну. Уже и черной линией выделяются, более такие скупые рисунки, но тем не менее. К сожалению, талант Елены Дмитриевны в области оформления иллюстрации при жизни не был признан. Но в дальнейшем о художнице совершенно восторожно писал Александр Бенуа. Я думаю, цитата, наверное, многим известна. Поленова заслужила себе вечную благодарность русского общества тем, что она, первый из русских художников, обратила внимание на самую художественную часть области в жизни, на детский мир, на его странную глубоко поэтическую фантастику. Она, нежный, чуткий, истинно добрый человек, проникла в этот замкнутый, столь у нас заброшенный детский мир. Угадала его своеобразную эстетику. Она заразилась пленительным безумием детской фантазии. Еще одну довольно-таки лестную оценку мы встречаем у советского художника Иона. Рисунки Елены Дмитриевны Полиновой к русским сказкам – это чарующие документы о русских детях и о русской народной душе. Примитивный уклад деревенской жизни и недавнего прошлого в них отражен лаконично, правдиво и трогательно. Пушкинская простота и живая образность – их неоценимое достоинство. В них слышится голос русской матери, доброй бабушки, любимой няни. Лишенной стилизации их правдивый язык делает их близкими каждому русскому человеку в той мере, как поэзия Пушкина или музыка Чайковского. Книга должна быть красивой. Елена Дмитриевна была одной из первых, кто воплотил эту идею в нашей стране. В дальнейшем ее опыт использовали уже следующее поколение художников, такие как Иван Билибин, Сергей Малютин, Георгий Нарбуд, Дмитрий Митрохин. Творчество Елены Дмитриевны охватывало различные сферы художественной деятельности. Это и живопись, акварели, эскизы для вышивок, декоративных панно, оформление интерьеров и детская книжная иллюстрация. Поленова была первой из художников, кто пошел за вдохновением в народ. Она отыскала простые, понятные образы и создала свои. Ей удалось вывести производство мебели в русском стиле на новый уровень. Экспонирование кустарной мебели на северных выставках Парижа в 1904 году способствовали успеху изделий в русском стиле на европейском рынке. Спрос на мебель в русском стиле был настолько велик, что в ряде стран ее даже начали подделывать местные мастера. Ну вот, на этом я заканчиваю свое выступление. Спасибо всем огромное за внимание и, опять же, буду рада видеть нашу усадьбу. Приезжайте. Спасибо большое, Юрий Сергеев, и действительно, те работы Элены Дмитриевны, которые украшают выставку, я говорила уже вам, напоминают крыши Коломенского дворца. Для нас как раз вот этот богатырский стул к Севкибурку. Замечательная работа, да. Спасибо. 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 Спасибо.